Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о только что установленном патче для Diablo 2 Resurrected, о котором компания Blizzard нам недавно сообщала. Так вот, его установили, и я поделюсь с вами своими впечатлениями. Первый момент, что касается этого патча, он связан с настройкой графики, но в большей степени он годится только для RTX карт, то есть для Nvidia. Но честно говоря, я на этом зацикливаться не буду, потому что мне эффект не понравился, от слова совсем. В любом случае, с моей точки зрения, игра работает и так нормально. Я хотел бы поговорить немножко о другом, о панельке. Панельке скиллов, которую сделали практически такой же, как в Diablo 3. И хоть многие хейтят Diablo 3, допустим из-за геймплея, допустим из-за графики, но там панель скиллов очень работает классно, с моей точки зрения. Вот сейчас вы как раз перед собой видите эту Diablo 3. И на панели скиллов мы видим 6 умений. Ну и все эти 6 навыков я могу нажимать в любой момент времени. Под 1, под 2, под 3, под 4 цифры, под райт кликом, под лев кликом. Ну и естественно только в том случае, если они не требуют времени отката. То есть в любой момент времени я их могу активировать. В Diablo 2 ситуация совершенно иная. Была. То есть если мы с вами используем разные навыки, то в некоторых ситуациях нам надо было остановиться, переключиться на эти навыки, на какой бы они клавиши ни находились. Ну и затем их райт кликом активировать. Ну а теперь же компания Blizzard ввела дополнительную панель, на которой мы видим абсолютно все навыки, которые задействованы в нашем билде. На клавиши вы не обращайте внимания. Я про F1, F1, F3, F4 и так далее. То есть каждый из вас волен выбирать те цифры, те буквы, которые ему использовать удобнее. Это не самое главное. Самое главное то, что допустим вот у меня на клавиши F1 есть имение телепортации. Я постоянно с помощью этого скилла перемещаюсь. И в любом момент времени я могу нажать в моем случае клавишу F3 и я буду прокастовывать умение Frozen Armor. При этом, когда я пускаю Frozen Armor, у меня по-прежнему остается активным клавишей F1, то есть телепорт. И я дальше, дальше, дальше начинаю перемещаться и так далее, и так далее. Если не требуется, допустим, открыть телепорт, ну в смысле свиток портала из Тома, я нажимаю в моем случае F8, он открывается и я перемещаюсь дальше. И так далее, и так далее, и так далее. Вне зависимости, каким бы мы персонажем ни играли. Как это все работает? Мы заходим в настройку, переходим в наш геймплей, и тут вот появилось две-две сносочки, которые как раз таки позволяют нам это все выводить. Нижняя менюшка, она позволяет вывести панель навыков на наш экран, если он вам требуется, мало ли вы забыли, ну или так, для напоминания. А вот как раз таки высшая настройка, это Quick Cast Skill, позволяет нам именно запускать этот скилл при нажатии той или иной клавиши, под которую то или иное умение у вас забито. Поэтому эти две настройки активируйте, я думаю, они вам точно не помешают. Ну а если вам такое управление неинтересно, просто ничего не меняйте. Я лишь от себя отмечу, что это удобно, отсылаясь к той же Diablo 3. Но ваше мнение, ваши впечатления оставляйте в комментариях под видео. Все, я же с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в форме контента. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.